Они называют себя махаутами, хранителями или погонщиками слонов. Кастовая профессия передаётся из поколения в поколение на протяжении веков. Вся жизнь с самого рождения рядом со слонами. Кажется, что животные и люди понимают друг друга без слов, хотя у них есть свой, понятный только им, язык общения. 8 тысяч семей в этой крупнейшей в Индии махаутской общине столетиями живут в симбиозе с гигантскими животными. Человек ухаживает за слоном, слон кормит человека, помогая зарабатывать на хлеб. Эпидемия коронавируса одинаково сильно ударила по обоим. Когда-то слоны были частью войска местного махараджа. На слонах сражались с соседними королевствами, а в перерывах играли в поло. Сейчас единственная разрешённая в Индии деятельность для слонов – катать туристов. Только вот туристов с введением карантина не осталось. И восемь десятков животных уже третий месяц сидят на вынужденной диете. В прошлом – боевая машина и строительная техника. Постройка этого замка махараджа была бы невозможна без участия слонов. Под давлением зоозащитников индийские слоны сегодня особо охраняемый вид. За одну поездку с туристами на спине эта 40-летняя самка Ченчилл до карантина зарабатывала до 2000 рупий. На пропитание её самой в день уходит до 3500. Слонов необходимо кормить 3-4 раза в день и только сахарным тростником. Им также нужны специальные витамины. Сейчас мы в отчаянии, готовы голодать сами. Но мы не можем держать в проголодь животных. Они члены нашей семьи. И если не будет помощи от правительства, мы не представляем, как будем жить. Когда возродится, замершая три месяца назад, туристическая отрасль в Индии пока не представляют. После того, как COVID-19 закрыл границы, всех слонов здесь протестировали на наличие вируса. Контактировавшие с туристами со всего мира животные оказались в группе риска. У всех 80 особей первые результаты отрицательные. Местный ветеринар рассказывает, что здесь также были готовы ввести карантин. Правда, чем лечить? Слоновью эпидемию, если бы она случилась, всё равно неизвестно. Мы внимательно следим за их состоянием и готовимся провести дополнительные тесты на коронавирус. К сожалению, сейчас даже простые лекарства для слонов нам недоступны. В первую очередь, потому что дозы нужны огромные, а денег на содержание почти не осталось. Несмотря на открытие властями штата Раджастан для посещения исторических памятников, индийцы к достопримечательностям не спешат. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Индии растёт с пугающей быстротой. О том, что в обозримом будущем здесь могут появиться иностранные туристы, речи даже не идёт. Дмитрий Мельников и Владислав Додонов. Вести из Джайпура. Индия.